Информационная продукция для детей, достигших 14 лет. Книга сыграла и продолжает играть основополагающую роль в развитии всей нашей цивилизации. Гигантская, накопленная за века библиотека – это надежная память человечества, где запечатлены его свершения и мечты, прозрения и заблуждения. Менялся материал и способ изготовления этого наследия, начиная от глины, табличек и свитков папируса, от бумажной до электронной книги. Но всегда неизменным оставалось ее назначение. Назначение Книжного фонда – служить сохранению и передаче знаний, опыта, художественных ценностей. Сегодня мы бы хотели поговорить о роли и месте библиотек в жизни современного общества. У нас в гостях директор Жамбылской областной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан Жанна Тураровна Алшанбаева и библиотекарь Ербол Акаевич Бедимов. Уважаемые гости, приветствую вас на площадке телеканала Жанбыл. Ну, первый вопрос я адресую вам, Жанна Тураровна. Вот вообще расскажите, что такое библиотека, откуда взялось это понятие? Немного о предыстории создания вот этого великого наследия человечества. Ну, если уходя вглубь истории, естественно, вы сами уже знаете, что уже в Древней Греции пошла библиотека. Что такое библиотека? Это хранилище знаний, где на сегодняшний день, если бы это не было библиотеки, если библиотека не работала, не выполняла свою функцию, я считаю, что на сегодняшний день не было вот это большое информационное поле, в которое мы сегодня пользуемся как интернетом, быстро доступное, да, это информационное поле. А сама библиотека и глупь, основание, мысль, это вот хранение фонда библиотеки. Спасибо. Знаете, вот сейчас не только молодежь, да, но бывает, что и люди более зрелого возраста на вопрос, нужна ли библиотека, говорят, а зачем это надо? На вопрос, читаешь ли ты книги, говорят, зачем читать книгу, можно посмотреть там художественный фильм, да, или документальный фильм, или обзор. В этой связи у меня вопрос вам, Ервол Ахайович. По вашему мнению, нужна ли книга в современном обществе, в обществе 21 века? Да, нужна, чтобы получать знания, глубокие знания, особенно незрячим людям. Они и так ограничены в информации, а приходя в библиотеку, они расширяют свой кругозор, получают много новой информации. Спасибо. Жанна Тураровна, вот вы у нас возглавляете необычную библиотеку. Это библиотека для незрячих и слабовидящих граждан, да? Ну, наверное, не только этим она отличается от обычных библиотек. Расскажите об этом. Ну, прежде всего, наша специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан, чем она отличается. Прежде всего, она отличается своим фондом, уникальным фондом, так как в нашем фонде хранится четыре вида книг. Это плоскопечатная, то есть обычная книга, рельефно-точечная, мы называем книгой Брайля, есть аудиокниги и у нас есть рельефно-графическая литература. То есть через ощущение пальцев мы тоже можем читать рельефно-графические литературы. Вот это основное отличие от других библиотек. Естественно, отличие от самим Саволова, это наши читатели. Большую часть мы обслуживаем читателей слабовидящих и граждан. Понятно. Ервал Акаевич, понятно, что дорогу в мир для слабовидящих, особенно для незрячих людей, дает азбука Брайля. Вот лично вы как давно научились этому шрифту? И вообще, если вы знаете, сколько в год выпускается книг по шрифту Брайля? Ну, я освоил шрифт Брайля в начале 2000-х годов. По индивидуальной программе реабилитации я через Горсовец получил тифломанитолу для прослушивания аудиокассет. И каждая аудиокассета была надпись по шрифту Брайля. И вот каждый раз, приходя в библиотеку за очередной книгой, я каждый раз старался прочитать чуть-чуть. Кассета, название книги, номер какой кассеты, какая книга там. И руководитель библиотеки заметил это и предложил обучиться. И после обучения я освоил шрифт Брайля, и она потихоньку начала давать задания. Вот напиши это, напиши это. И потом уже устроился на работу благодаря знаниям. А вот шрифт Брайля, да, это вот руками, да, вы руками ощущаете, да, вот как? Пальцами. Мне, извините, да, вот мне, да, мы всем, да, зрячим людям очень тяжело, да, практически невозможно понять. Вот как вы, как вы учились, какие ощущения? Это нужна, наверное, хорошая память или как? Вот немножко расскажите, это вот очень интересно. Шрифт Брайля, это шеститочие, выпукли точки, два столбика по три точки. И каждая буква выходит, изменяются варианты расположения точек. Одна точка – это А буква, две точки, первая, вторая – это Б. Одна точки, две точки, три точки, четыре точки, пять точки. И вот варианты меняются, и выходит новая буква, новый знак, даже есть ноты по Брайлю для музыкантов. Математические шрифты. Мазерячие люди в основном увлекаются музыкой, у них это абсолютный слух. Математика. Да, математика и математические знаки тоже по шрифту Брайля. И тут в основном ощущение пальцев, вот эти точки. Надо сначала, ну, вначале побольше сидеть, чтобы пальцы уже чувствовали вот эти точки, расположение их. И потом уже дальше больше. Усидчивость силы, воли, да, просто необходимы? Да, большая нужна усидчивость. В год мы выпускаем литературу лепно-точного шрифта. Где-то 250 экземпляров, это 20 наименований. 20 наименований в год. Книги идут у нас в основном, ну, школа для детей со слабым зрением, болшап. Потом в дом престарелых. И в каждом районном центре, в централизованной сети библиотек есть отдел по обслуживанию незрячих читателей. Открылись недавно, с недавнего времени. И туда по одному экземпляру отправляем. Есть ли разница на русском, на казахском, на английском языке написана книга? Да, есть. Ну, казахские буквы, там 9 букв. Ну, там чуть-чуть разница есть, но это можно различать. Спасибо большое. Жанна Турановна, вот вы возглавляете уникальную библиотеку. Каков ваш книжный фонд и вот что вы можете назвать вашими самыми яркими достижениями, достижениями, ну, хотя бы за минувшие 5 лет? Ну, на сегодняшний день в нашем книжном фонде более 40 тысяч книг. Из них по Брайлю у нас более 6 тысяч книг. Здесь я хотела дополнить Ирбулага. По области это единственная библиотека, как областная библиотека. Ирбулага у нас является единственным специалистом, который набирает и выпускает книги по Брайлю. То есть на сегодняшний день нет специалиста, который может набрать по Брайлю и выпустить книгу по Брайлю. И вот вышесказанная Ирбулага, да, в год по 20 наименований книги, а по экземплярности более 200 получаются. Получается, автор Ирбулага наш, да, уважаемый? Да. Мы берем книгу, плоскопечатную обычную книгу, сканируем, просматриваем ошибки и передаем Ирбулага. И он каждую страницу, каждую строчку сам набирает. Запятая, точка, как мы ранее сказали, есть математические какие-то фигурки, это все он полностью сам набирает и закладывает в программу, затем выпускается литература. И разница в том, что если, например, плоскопечатная книга, обычная книга, состоит из 400 страниц, то если мы переводим его на Брайль, эта одна книга может состояться из четырех книг по Брайлю. То есть в каждой книге у нас выпускается 150 страниц, не более. И поэтому если одна книга 400 страниц, по Брайлю получается 4 книги. Очень интересно. А все-таки самое яркое достижение какое? Самое яркое достижение, давайте опять же скажем, что года два назад был республиканский конкурс у Нирпас Болсан. Здесь мы из нашей области представили работу Ирбулага, и он стал номинантом, выиграл миллион тенге, ой, 500 тысяч, получил номинацию «Лучший работник библиотеки». Спасибо большое. И потом, в тот же год мы выиграли «Рухани Казна», это тоже республиканский конкурс большой. Нашу организацию номиновали, тоже самая лучшая организация, выиграли миллион тенге. Понятно. Вот уважаемая Жанна Туральна сказала, что помимо книг на Шрите Брайля, у вас очень большой фонд аудиокниг. Да, ну и в интернете, да, сейчас очень аудиокниг много. В этой зиле у меня все-таки вопрос опять, Ирбул Акаевич. Ирбул Акаевич, а вот какую вы литературу больше предпочитаете? Книги с шрифтом Брайля набранные, либо все-таки аудиокниги? У меня без разницы, я обе люблю читать. И аудиокниги, и литературу рельефно-точного шрифта. Если устаю аудиокниги слушать, то перехожу на рельефно-точный шрифт, литературу, и так это. Но для себя, чтобы развивать работу свою по выпуску литературы рельефно-точного шрифта, я предпочитаю читать книги рельефно-точного шрифта, выпущенные другими типографиями. Мы выписываем из Москвы литературу рельефно-точного шрифта на русском языке. Потом с Алматы, с города Чингента. И я читаю и сравниваю со своими книгами. И работаю над ошибками, и дальше развиваюсь. А вот что Вы могли посоветовать своим читателям? Какую литературу им выбрать? Обратно будут аудиокниги или книги по Брайлю? Ну, великий французский тифлопедагог Луи Брайль оставил неоценимое наследство для незрячих людей. Это шеститочный шрифт Брайля. И я каждый раз, когда разговариваю с незрячими людьми, особенно с недавно потерявшими зрение людьми, я им советую сначала освоить шрифт Брайля, научиться читать и писать. И попутно слушать аудиокниги. Спасибо. Жанна Туровна, а вот тот же самый вопрос. А Вы что рекомендуете своим читателям? Слушать или читать по Брайлю? Знаете, конечно, сегодняшняя молодежь больше предпочитает слушать. Я не скажу, что это минус, но я просто хочу оттолкнуться от точки психологии. Каждый человек воспринимает мир по-своему. Кто-то ушами, то есть может послушать, а кто-то глазами почитать. Поэтому это больше, наверное, зависит от самого читателя, от самого человека, как он воспринимает этот мир. И потом кассеты, аудио, можно сказать. Для наших читателей, я уже более четырех лет как руковожу, я заметила одну особенность. Не каждый читатель будет слушать одного и того же диктора, потому что наши читатели больше прослушивают интонацию. Кто-то хочет мужской, басовый голос, кто-то хочет более спокойный, а кому-то нужен вот такой детский голос. Поэтому для читателей, для слушателей аудио, конечно, тут надо посмотреть, кто именно озвучивает. Понятно. Вот еще один вам вопрос, Жан Турарванов. Какие новые проекты сейчас у вас в разработке вашей библиотеки и какие задачи стоят перед вашей библиотекой? Задачи у нас, конечно, большие. Во-первых, нашей библиотеке необходима модернизация. Так как библиотека у нас основала в 1969 году, если я немножко коротко скажу о нашей библиотеке, она основала в 1969 году в городе Чу. Она не была тогда областной, просто небольшая библиотека. Уже в 1998 году, переехав в город Тарас, тогда город Жамбул, тогда она стала уже областная библиотека, уже начала пополнять свой книжный фонд. И, естественно, чем больше книжного фонда, чем больше читателей, тем большая потребность к читателю. То есть задачи в основном на сегодняшний день мы больше уходим инклюзией. То есть не как библиотека, найди, почитай, прочитал, не прочитал, это твое дело. А мы больше стараемся социализировать своих читателей. Мы берем список скоса казахского общества слепых, те, которые, будучи зрячие, в данный момент потеряли зрение. И этих людей очень трудно вытащить не только в библиотеку, а вообще в общество. И мы уже, общаясь с нашими читателями, приглашаем нового читателя. То есть создается небольшой круг общества, библиотеки, и у них начинаются появляться свои интересы. Кто-то любит читать, кто-то любит писать, кто-то любит спортом заниматься. У нас, кстати, есть читатели, которые занимаются спортом. Если вы знаете, наши читатели, молодые ребята, которые не опустили руки, футболом занимаются. Молодцы, просто молодцы, я восторг. Есть читатели у нас, плаванием занимаются. В основном спортивные игры интересуют более молодых парней, здоровых. А для девушек, для женщин у нас есть проект «Тифло-кухня». То есть если мы незрячие, это не значит, что мы не можем себе приготовить на кухне или же по дому что-то сделать. У нас есть специальный проект, где сами незрячие обучают, дают советы и проводят небольшие экспериментальные опыты, делятся своим опытом. Очень такая позитивная атмосфера стоит. Отлично, отлично. Ервел Каевич, вопрос вам как к профессионалу. По вашему мнению, что нужно сделать, чтобы привлечь незрячих людей, слабовидящих людей к чтению книг, к активному чтению? Да, вот Жанна Туран рассказала о социализации, все это отлично, я правильно, двумя руками поддерживаю. А вот вам вопрос. Заставить же никого нельзя. Да, сейчас библиотекой, работникам библиотеки проводится большая работа по привлечению незрячих читателей к чтению книг. Это мы сами проводим различные конкурсы на быстрое чтение книги Шрифта Амбраэля. И также привлекаем их, чтобы они приняли участие в конкурсах, проводимых другими библиотеками, областными библиотеками других городов. И уже есть некоторые результаты с прошлого года, например, по написанию сочинений эссе, рельефно-точным шрифтом у нас бывшая читательница, сейчас она тоже сотрудница отдела обслуживания незрячих читателей Меркенского района, Мария, она заняла первое место. А в этом году наш незрячий читатель с Байзаксского района взял гран-при. Тема была «Я и моя библиотека», да? А, библиотека в моей жизни. Понятно. Спасибо большое. Вот, Жанна Турарова, какой вы видите библиотеку будущего? В целом, какой вы видите библиотеку будущего? И, в частности, именно вашу специализированную библиотеку? В нашей специализированной библиотеке, я еще, может, сейчас повторюсь, должны быть больше инклюзивных проектов. То есть, должен быть доступная среда для наших, создаваться все условия для наших читателей, начиная уже со двора, эти тактильные дорожки, перилы, звонки и вызовы. Чтобы наши библиотеки не были острые углы, естественно, чтобы они, когда пришли в библиотеки, чувствовали себя как дома. Потому что, сидя в четырех стенах незрячий дома, как обычно практика показывает, родственники все уходят на работу по своим делам, наш читатель остается в четырех стенах. И не чувствовать, чтобы в нашей библиотеке это не давили все четыре стены. Естественно, наши работники, они со всей душой относятся. Приходя незрячие, в первую очередь, здороваются, спрашивают настроение, здоровье. Наши работники уже многих знают семью, какая семья, сколько там детей. Всех по имени спросят. Только потом мы уже спрашиваем, а какая литература, а что вы хотели бы. А у нас вот эта литература, а у нас завтра еще будет вот это мероприятие. Давайте приходите. Мы сейчас к мероприятиям больше приглашаем специалистов. У нас есть один проект для молодежи, это домашнее задание. В этом году 12 выпускников медколледжа были участниками нашего проекта. То есть мы им помогали с домашним заданием. Они нам звонили, мы к ним приходили домой, или же они приезжали к нам в библиотеку, или же мы ходили уже в колледж, читая книгу. То есть у них же этой книги нету по Брайлю, им очень трудно читать. Мы читаем эту книгу, даем куклу, вот эту массажную куклу, уже на пальцах мы показываем, где точки, где какие-то кости, все рассказываем. И результат сегодняшнего плода, одна из студентов получила красный диплом. И продолжение этого проекта мы пригласили специалистов в центр занятости, они уже были подготовлены, и предложили нашим студентам работу. Отлично. Вот таким образом вы занимаетесь не только социализацией, не только привлечением, чтобы люди вырвались в большой мир из этой комнаты, но еще и помогаете трудоустройству. Обязательно. К сожалению, нам показывает, что время нашей программы прошло к концу. Хочу в первую очередь поблагодарить вас за ваш благородный труд. Спасибо. Пожелать вашим уважаемым читателям нашей прекрасной библиотеки новых интересных произведений, новых ярких открытий. Вам большое спасибо. Спасибо. Сегодня существует опасение, что в эпоху бурного распространения цифровой культуры и новых технологий библиотека может утратить свое значение. Однако при ближайшем рассмотрении становится очевидным, что информационные технологии и библиотеки выполняют одну и ту же базовую функцию – поддерживают человеческую память. По существу библиотека – это тоже информационная технология, которая не может не развиваться в современном обществе. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова